Этого человека кто-то называют волшебником, кто-то целителем, сам же он себе до сих пор не может дать никакого определения. Но, тем не менее, это не мешает ему помогать многим и многим людям. Мы представляем вашему вниманию серию бесед с Игорем Ким. Сейчас у меня как-то позиция такая занялась, как будто это там целитель, как будто что-то там, или что-то, но это на самом деле, какой цели вообще нет. И это побочные такие состояния, потому что, когда из человека эмоции снимаешь, разгружаешь эмоционально, он начинает выздоравливать. А потом люди говорят, он лечит то, и вот это вот пошло, чтобы позиции как целителя вообще не было. Единственное, со спиной там была штука, которая просто коррекция, а от коррекции спины тоже стали выздоравливать, грыжи проходить стали. И люди стали переходить, только отзывы. Если вот с внутренних органов начнем, допустим, печень, да, вот это обиды, злость, агрессия там. И если почитаете книги по психологии или там по психосоматике, там вот такой перечень болезней, которые связаны психосоматически с печенью. Но, чтобы понять, с чем это действительно связано, ты должен подключиться к человеку. То есть, чтобы из этого всего перечня выбрать, вот там агрессия на маму или там на папу, обида, ты должен подключиться и почувствовать, про что это боль. Человек зачастую сам не может понять, но после того, как ты подключился, ты можешь ему об этом сказать. Но это в момент работы именно. Желудок – это самоедство в основном. Это человек, когда себя ругает. Вот прям язва – это у тех людей, которые прям себя сожрали. Поджелудка – это отсутствие внутренней похвалы. Это вот сахарный диабет, это из-за этого. Это можешь посмотреть, поговорить с людьми. Человек, у которого сахарный диабет, это человек, который не умеет себя просто хвалить. Ты попроси его похвалить, и он будет, в лучшем случае, он будет выпендриваться. Но это не будет похвалой. Может быть, похвала снаружи, и все будут восхищаться, но он собой сам не доволен, сам себя не хвалит. И у него из-за этого поджелудка. Поэтому тяга к сладкому. Вот это особенно для людей, которые хотят со сладкого соскочить. Многие же сейчас сидят сладкое, любят. Научите себя хвалить, и тогда тебе не захочется сладкого. Это как с той собачьей, которой ты говоришь, сидеть и кидаешь кусок сахара. Это похвала. И поэтому нас тянет на сладкое. Но ты встань пять минут, себя похвали за то, что ты проснулся, за то, что зубы почистил, за то, что поел, за то, что поработал. И у тебя желание тяга к сладкому, оно пропадет. Во всяком случае, ты съешь пол тортика, а не весь тортик. И это не будет насилием над твоей психикой, или усилием воли, я тебя не буду есть. Ну, ты просто съешь меньше. Наши мысли, они в эмоции переходят. То есть то, что ты думаешь о себе, ты этим становишься. И ты начинаешь так эмоционировать. Это ложится на твое эмоциональное поле, на ментальное. И потом оно начинает растряхиваться все. И когда получается дисбаланс энергетический, тогда получается пробоины, что ли, в энергополе человека. Потом это переходит на физику. И когда с физики снимаешь блоки, автоматически вычищается все поле, пространство человека. И из-за этого выздоравливают. Продолжение следует...